Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня ровно год с того момента, как я обосновался на платформе Boosty, чуть позже появился и сервис Patreon. Для меня это оказалось счастливым событием, ведь я узнал, как много людей на самом деле не могут жить без канала Сумерки Богов. Огромное спасибо им за поддержку. Вы ведь помогаете и остаткам независимой российской журналистики, которая сегодня почти целиком посвящена политике. Но пройдут годы, закончатся бойни, и люди будут судить о нашем времени, в том числе и по рассказам о событиях культурной жизни. А музы не молчали, что называется. Сегодня выпуск, посвященный оперным трансляциям. Последний раз вот такой обзор только трансляций я делал уже очень давно, ведь в последнее время, опять же, благодаря подписчикам, я много ездил по Европе и рассказывал вам о главных событиях музыкальной и оперной жизни континента вживую. Но за последние месяцы меня просто забросали вопросами про ту или иную трансляцию. И для сегодняшнего обзора я долго выбирал записи, которые надо отрецензировать в первую очередь. Но в конце концов решил сделать несколько иначе. Я выбрал по две записи двух известных театров. Королевского оперного театра в Лондоне, который в простонаречии известен больше как Ковентгарден, и Миланского театра Ласкало. Они представляют широкий спектр итальянской музыки, но не только. А мои подписчики часто жалуются, что я больше внимания уделяю Вагнеру и Штраусу, чем Верди и Россине. Ну, сегодня восполним все пробелы, а также поговорим о том, что значит имя для певца и название для театра сегодня. Я посмотрел в феврале-марте трансляции северского цирюльника Россини из Лондона, сицилийской вечерни или вечери Верди и богему Пучини из Милана. Две последних были осуществлены на новой платной платформе, которую театр Ласкало только что открыл в феврале нынешнего года. И еще мне попалась прошлогодняя запись Теодоры Гендели из Лондона, которую тогда театр объявил, отменил. Я думал, что ее уже и не будет, и что я не увижу новую постановку Кэти Митчелл, но оказалось, что позже запись была все же выложена где-то, и мне прислали на нее ссылку. Про Митчелл я скажу в конце просто потому, что этот спектакль мне очень понравился. Вот такие постановки немедленно хочется лететь, смотреть и слушать. Но начну я с Ласкало, театра, который всегда был синонимом высокого оперного искусства, а сегодня все чаще превращается в свою собственную тень и место обязательного чекина туристов, которые далеки от оперы. Но бренд Ласкало заставляет их один вечер в Милане не пойти в ресторан или на шоппинг-осходить в оперу. Я уже как-то рассказывал, что там до сих пор есть даже мафия билетная, которая впаривает непуганным богатым русским туристам дорогие билеты на ту же нетрепко. Но за огромные деньги люди попадают на места, с которых ничего не видно, а они не понимают, как можно в опере слушать. В театре места, с которых все видно, стоят примерно от 190 евро. Это уникальный в этом смысле театр. За 160 тебе уже открывается каких-нибудь 20% сцены. В общем, полная обдираловка. Кстати, все равно билеты на все спектакли не продаются полностью. Я рассказывал в октябре, как ходил на Федору Джордана, и зал был не полон. И две трансляции, которые я посмотрел, представляли, в общем-то, полярную картину сегодняшней жизни «Скала». На оперу «Верди» билеты были не проданы целиком. Зато «Богема» в постановке Франко Дзефирелли, которой в Милане не было очень давно, это не Вена, где она идет по несколько раз в год, и вот на «Богему» был просто полный аншлаг. Я специально изучал этот вопрос, хотел даже поехать, но было невозможно даже купить билеты ни в каких категориях, даже самых дорогих. В общем, итальянцев понять можно, ведь сицилийскую вечерню ставил такой Дзефирелли для бедных. Аргентинец Уго де Ана. Он тоже в свое время вошел в дверь открытую Дзефирелли. Это опера-сценографа и костюмера. Но если сравнивать его с покойным итальянцем, то в глаза заметно бросается, что он почти не пытается сделать что-то, кроме визуального ряда. Причем, если Дзефирелли до самого конца оставался верен криналинам и обоям, то Де Ана давно понял, что реализм на сцене уже нечто немодное и устаревшее. Поэтому он, как настоящий художник, сменил в последнее время стиль, начал работать в остосовременном, символичном ключе, что делает его спектакли на самом деле еще более жалкими. Спасибо всем, кто посмотрел этот фрагмент обзора. Я продолжаю выкладывать небольшие отрывки каждого своего ролика здесь, на Ютюбе. Но если вы хотите посмотреть этот обзор, как и другие, полностью, то вам надо обязательно подписаться на канал Сумерки Богов на сервисах Бусти и Патреон. Ссылка на эти сервисы есть под каждым роликом. Стоимость подписки невелика, но на Бусти или Патреоне вы услышите любой обзор, до конца узнаете самое интересное о музыкальной жизни мира и увидите разнообразные видеофрагменты, которыми я иллюстрирую свой рассказ. На Ютюбе это было просто невозможно делать. А еще на этих сервисах нет никакой раздражающей рекламы. А я буду продолжать оперативно рассказывать вам обо всем самым интересном. Ну а кроме того, поддерживая канал Сумерки Богов, вы помогаете остаткам независимой российской журналистики и уж совсем в России загнувшейся музыкальной критики. Подписаться на Сумерки Богов в этих двух сервисах очень просто. После подписки вам уже не надо ничего делать, только наслаждаться обзорами. Сервисы сами сообщат вам о выходе новых роликов. По подписке на Бусти или Патреоне вы сможете посмотреть минимум 6 роликов в месяц с моими рецензиями на важнейшие постановки ведущих театров мира. Их может быть и больше, это зависит от уровня подписки. А кроме того, есть возможность слушать лекции, которые помогут вам подготовиться к трансляциям или походам в театр. Подписчики могут задавать и темы обзоров, которые я не оставляю без внимания. Регулярно там выходят ролики с анонсами премьер и трансляций. Они всегда бесплатные, я дублирую их и здесь на Ютьюбе, но вновь без музыкальных фрагментов. Напомню, на Ютьюбе продолжает оставаться библиотека из шести сотен обзоров, которые представляют весь спектр интересов меломанов. Рецензии на премьеры, интервью с артистами, старые тексты 90-х годов, много лекций, и все это совершенно бесплатно. Поэтому подписывайтесь и здесь, на Ютьюбе, чтобы в любой момент найти обзоры, охватывающие не только события последних пяти лет, но и представляющие широкую панораму развития музыкальной жизни в России и в мире. Каналов подобного рода нет в интернете ни на одном языке, по одной простой причине. Независимая музыкальная критика умерла давно не только в России, но и во всем мире. А здесь вам говорят только правду. Я начал делать это больше 30 лет назад, когда писал для ведущих российских национальных газет. И продолжаю это делать сейчас, когда жизнь вокруг стремительно меняется, и теперь только блогер может сказать то, что не может сказать ни один журналист. Подписывайтесь на Бусти и Патреоне, чтобы знать, куда поехать, что послушать в трансляциях, и куда вообще двигается оперный театр в эпоху тотальной популяризации. Буду рад встрече с вами на Бусти и Патреоне. И до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его ни смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok